Видео сделано при поддержке группы Герои и Злодеи ВКонтакте. Переходите в группу по ссылке в описании. Всем змеиный привет, пипл! С вами Снэйк и рубрика Интересные Фактас. Сегодня я покажу вам 10 комиксов, которые вы должны прочитать до своей смерти, так как они достойны вашего внимания. Росомаха. Оружие Икс. Комикс выходил с 2009 по 2010 год и насчитывает 16 выпусков. В комиксе говорится, как много лет назад тайная канадская правительственная организация похитила человека по имени Лого, мутанта, обладающего острыми как лезвие костяными когтями и способностью излечиваться практически от любых ран. Пытаясь создать совершенное оружие, ученые покрыли его скелет сверхпрочным металлом адамантии. Этот процесс был мучителен, и к его завершению мало осталось от человека по имени Лого. Теперь он Росомаха. Город грехов. Цикл комиксов американского писателя и художника Фрэнка Миллера. Цикл представляет собой организованную последовательность притч с напряженными криминальными сюжетами и четко выраженными нравственными посылами. Сюжеты новелл часто переплетаются, а главные герои одних историй цикла оказываются второстепенными героями других. Герои новелл Миллера люди обычно весьма малоприятны. Жизнь в порочном городе приучила их к цинизму и жестокости. Однако город создает такие ситуации, когда персонажи с неизбежностью демонстрируют самые сокровенные и глубокие человеческие качества. Hellboy. Семя разрушения. Первая мини-серия комиксов о Hellboy из четырех выпусков, созданная Джоном Берном и Майком Миллером и изданная в 1994 году импринтом Legend компании Dark Horse Comics. Главным персонажем комикса является агент секретного бюро паранормальных исследований и обороны, который попал на Землю из ада. Данная мини-серия послужила основой сюжета полнометражного фильма Hellboy. Герои из пекла, вышедшего в 2004 году. Планетари. Комик, созданный Уэроном Элисом и Джоаном Кесседой, издающийся с 1999 года. Изначально планировалось 24 выпуска, с периодичностью выхода два раза в месяц. Но в связи с болезнью Элиса, а также рядом других обстоятельств, комик затянулся, а также не выходил в печать с 2001 по 2003 год. Земля полна чудес и загадок, и компания Планетари как раз занимается сбором и документацией этих чудес. Они археологи неизвестного. Готовы ли вы пойти вслед за ними и окунуться в головой в самый удивительный мир? В мир под названием Планета Земля. Сорви голова. Вымышленный персонаж супергероев комиксов, издаваемый компанией Marvel. Сорви голову, как Мэтта Мёрдока, отличает тот факт, что он один из немногих супергероев-инвалидов. Хотя он слеп в подростковом возрасте, ему удалось развить остальные чувства настолько, что они полностью компенсируют зрение. С учетом приобретенной способности ощущать вокруг себя объекты, напоминающие действия сонара. Сорви голова получает свое шестое чувство из-за воздействия радиоактивных отходов. The Dark Knight Strikes Again. Темный рыцарь снова атакует. Комикс Фрэнка Миллера о Бэтмене в формате мини-серии, выпущенный импринтом Elsa Worlds издательства DC Comics в 2001 по 2002 годах. Комикс является продолжением другого комикса Миллера, The Dark Knight Returns, и описывает возвращение Брюса Уэйна из подполья после трех лет планирования и обучения его последователей. Возле ухода в подполье, Бэтмен и его юная помощница девочка-кошка тренировали армию Бэтбоя, чтобы спасти мир от диктаторства Лекса Лютера. Инвизибл. Неуязвимый. Роберта Киркмана все знают как автора зомби-бестрейлера The Walking Dead. Однако, этого американского автора есть еще одна выдающаяся комикс-серия, ничуть не уступающая ходячим мертвецам. Речь о Инвизибл. На русском переводе известный как Неуязвимый. Этот комикс с виду про обычного парнишку, который живет обычной жизнью, за исключением того, что его отец является самым сильным человеком на свете. И парнишка получил его силы. Домашка, девочки, прыщи и злодеи. Примерно так можно вкратце описать этот комикс. 30 дней ночи. Писатель Стив Нилс и художник Бен Телнсмит создали шедевр, принесший им самим призвание и успех. 30 дней ночи не щадит читателя мрачные тона, брутальные диалоги, кровавые злодеи, атмосфера ужаса, страха и безысходности. Мир маленького полярного городка, погруженного во мрак на целый месяц. Группа людей, застрявшиеся в этом городе, и кровожадные вампиры, которые, разумеется, людей этих планируют употребить в пищу. Стиль рисовки выделяет данный комикс на фоне остальных. Размытие, нечеткие образы. Ее можно характеризовать как своеобразный импрессионизм, что нетипично для производителей данного жанра. Зато благодаря необычным иллюстрациям впечатление производимое на читателя усиливается как минимум втрое. Скотт Пилигрим Шеститомная серия комиксов, созданная Брайном Лео Мелли и изданная портлиндским филиалом издательства Они Пресс. В период с августа 2004 года по 20 июля 2010 года серия повествует о жизни 23-летнего канадца Скотта Пилигрима, лентяя и любителя видеоигр, играющего в музыкальной группе на бас-гитаре и живущего на квартире у своего друга Гея в Торонто. Ему нравится недавно переехавшая в его город американка Рамона Флауэрс, но для того, чтобы завоевать ее сердце, ему нужно победить семерых злых бывших Рамоны. Kick-Ass Ну или пипец, надрать зад, офигенный, мордобой, поджогник, как вам больше нравится. Серия комиксов, написанная Марко Миллером и нарисованная Джоном Ромитой Младшим, издана компанией Icon, уходящей в состав Marvel Comics. Дэйв Лизевский, обычный 16-летний подросток, ученик одной из школ Нью-Йорка. Не ботаник и не громила, он не пользуется успехом у девушек. Дэйв большой фанат комиксов, однажды он задумывается, почему в реальном мире нет супергероев, и решает это исправить. Облачив же в зеленый водолазный костюм и маску, он выходит на улицу города, чтобы бороться с преступностью. Но первая же его вылазка оканчивается плачевно, он ввязывается в драку, получает удар ножом и вдобавок его сбивает машина. Ну вот и все пипл, естественно помимо этих комиксов существует еще много-много других интересных. Поэтому если этот ролик наберет как минимум 100 лайков, то в будущем выйдет и вторая часть. А пока на этом все пипл, с вами был Снейк, не поленитесь поставить лайк и поделиться роликом, за что я вам буду очень признателен. Также подписывайтесь в группу ВКонтакте и в Фейсбуке и не пропускайте новые ролики. Всем сайонара!